Здравствуйте! В эфире информационная программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город подготовили для вас последние новости нашего региона в этом выпуске. Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах-образах. На родине Сергея Есенина собрались тысячи почитателей его творчества, чтобы отметить день рождения великого поэта. В Рязани, как и по всей стране, стартовал осенний призыв. Такие войска, как ВДВ, спецназ и морская пехота, остаются самыми популярными среди новоиспеченных военных. ОМОН, отряд мобильной особого назначения, сегодня празднует день своего образования. 3 октября появился на свет великий русский поэт Сергей Есенин. Его творчество почитают во всем мире. Некоторые строки произведений до сих пор оставляют загадки. Исследователи с других континентов пытаются понять, о чем писал мастер. Лучше всего это могут сделать, конечно, рязанцы, глядя на то, где жил поэт, чем он вдохновлялся. На родине Сергея Есенина в селе Константиново ежегодно проходит грандиозный праздник, посвященный Дню рождения поэта. Эти выходные подарили возможность многим людям проникнуться его талантом. В Константиново побывала и Марина Комиссарова. Долгожданная золотая осень вступила в свои права. В выходные засияло солнце, бирюзовое небо поднялось выше, а листья деревьев обрели самые яркие краски. Пора, воспетая поэтами, любимая романтиками. Пора, когда литературный мир празднует рождение певца родной земли. Спустя столетия яркие образы из поэзии Сергея Есенина все так же поражают своей точностью и красотой, а переполненные любовью строки отзываются в сердцах всех, кому знаком трепет при виде синей речной глади или при звуках шелестящих на ветру листьев. Вы знаете, мы знали о том, что здесь праздник, но мы приехали и погулять, потому что здесь замечательное место. Я еще когда работала в школе, то в 69-м году возила сюда детей на теплоходе на экскурсию на родину Есенина. Так как он сказал, несказанное, синее, нежное, это, по-моему, и через 200 лет будет актуально для нашего рязанского края. Хорошая поэзия, она вечна, наверное, поэтому и вызывает такой интерес. Наши русские поэты, тем более земляки, не могут забываться. Я увидела много-много ярких цветов, много деревьев, речку. А знаешь ли ты, кто такой Сергей Есенин? Кто это? Это поэт. Ко дню рождения поэта ежегодно в Константиново проходят праздничные мероприятия. Какой бы ни была погода, огромное количество почитателей поэзии Есенина приезжают сюда. Замечательное. Мы просто в сказку попали еще раз. Голубое небо, хорошая погода, мы ждали как раз этого времени. Такая атмосфера, что здесь просто грех не писать стихи. Близкий очень нам, нашей душе, родной наш поэт. Так что мы должны были и детей приучать к этому. Приехали все вместе. Здесь всегда очень интересно. Да, все хорошо организовано. Творческая атмосфера вдохновляет многих, поэтому организаторы установили несколько площадок, где каждый посетитель мог прочитать любимые строки Есенина или свои собственные стихи. И кажется, в вечернем платье длинном вот-вот хозяйка выйдет из ворот. Прохожего окликнет. Ах, Сергей, неужто вы надолго ли? Да, надолго. И заструится синий воздух в Волглы над шапкою есенинских кудрей. Любят приезжать на Розину поэта в начале октября и звезды российского кино. Читать стихи и петь, чтобы голос разносился над просторами, которые некогда вдохновляли самого известного хулигана. В этот раз в Константиново концерт давал Евгений Дятлов. Сегодня мы, конечно же, на родине Сергея Есенина не можем не исполнить песни на его стихи. Любовь к родине, единение со всем сущим в мире – вот что делает стихи Есенина вечными. Хулиган с глазами цвета неба и вихрастый, словно осенний клен, через столетия несет свое песенное слово, отзываясь техом над просторами оки. В это же время, пока масса почитателей творчества Есенина находились в Константиново, рязанцы, оставшиеся в городе, не прошли мимо этого праздника. Люди внесли свой вклад. Вспоминая любимые строки из произведений поэта, они поздравили литературный мир с днем рождения Сергея Есенина. Утром в ржаном закуде, где злотятся рогожи в ряд, семерых ощенила, сука, рыжих семерых щенят. До утра она их ласкала, вылизывая языком. Белая береза под моим окном. Белая береза под моим окном принакрылась зимой. Если крикнет Расцветая, киньте ручь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, словно серебром. На пушистых ветках белую каймой принакрылась снегом. Вот это я тоже не помню. А как много на свете кощик, а как мало среди них хотят. Сердцу снится зеленый горошек. Что-то там дальше. А скажите, есть ли у вас любимые стихи поэта Сергея Есенина? Свой. Помните что-нибудь. Ой, я забыла, даже я на первом курсе изучала Сергея Есенина на русском языке, я забыла точно. Ну, естественно. Гой ты, Русь моя родная. Хаты в ризах образа. Не видать конца и края. Только синь сосет в глазах. Стихотворение моего любимого Есенина. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданием солнечным охваченным я не буду больше молодым. Первые дни октября ознаменуются для многих молодых людей началом воинской службы. До конца декабря ряды вооруженных сил пополнят более 150 тысяч новобранцев по всей стране. Как обычно, повышенный интерес вызывает служба в воздушно-десантных войсках, спецназе, морской пехоте и научных ротах. Наш корреспондент побывала в одном из рязанских военкоматов. Оттуда новобранцы отправятся в сборный пункт, после чего к месту прохождения своей службы, где молодые люди получат свои первые воинские звания. В этом году осенний призыв стартует 3 октября и продлится до 31 декабря включительно. Вопреки слухам, никаких изменений по сроку службы не предвидится. Солдатам-срочникам предстоит проходить боевую подготовку в течение года. В первый день кампании в рязанских военкоматах молодые люди сделали первый шаг на пути к воинской службе. На сегодняшний день было вызвано 40 человек. Все они прошли, заканчивали проходить медицинское свидетельствование. И по окончании медицинского свидетельства будет определено, кто из них годен, кто не годен, кому положена срочка по учебе. Валентин Угольский проходит медкомиссию уже четвертый год подряд. Три раза ему давали отсрочку от армии в связи с учебой. Сейчас, по окончании техникума, молодой человек решил продолжить семейную традицию. Все началось с моего дедушки. Он с 18 лет пошел в армию и остался там на всю жизнь. За ним была и бабушка, тоже пошла. Потом у меня отец и дядя. Они тоже пошли в Рязанское высшее. Но теперь моя очередь. Тем же молодым людям, которые в своем роду не имеют династии военных, приходится успокаивать своих родственников. Объяснять, где они будут проходить службу. Как правило, рязанцев распределяют в соседние регионы. Чаще всего в Москву, Московскую или Липецкую области. Родственники солдат ежегодно пользуются близостью к этим воинским частям и посещают своих близких. Отец с матерью волнуются, думают, куда попаду, как далеко от дома, как добираться потом туда, какие будут условия и так далее. Но девушка сама по себе нервничает, как так, на год уезжаешь. Ну, я нейтрален абсолютно. То есть я спокоен. Такое психологическое состояние призывника может сыграть ему на руку. В этом году при медицинском освидетельствовании новобранцев больше внимания будут уделять именно их эмоциональному здоровью. По сообщению Генштаба Российской Федерации, для этого в региональные комиссариаты были направлены необходимые методики. Они помогают проверить адекватность реакции молодых людей в нетипичных условиях армейской службы. Ведь полет на парашюте, в десантных войсках или танковые залпы могут выдержать не все, а только самые смелые, сильные и отважные защитники Родины. Некоторые изменения российского законодательства вступили в силу с начала этого месяца. Планируется, что они должны упростить жизнь граждан. Естественно, нововведения касаются и рязанцев. Сферы жизни, которые затрагивают изменения законодательства, совершенно разнообразны. От возможного падения цен на лекарства до безвизового посещения такой страны, как Боливия. Подробнее обо всем в материале Алены Куколевой. Медицинским товарам дали шанс подешеветь. С 1 октября у производителей появится повод снизить или хотя бы не поднимать цены на свои изделия. Воз из-за рубежа сырья и комплектующих для них освободили от налога на добавленную стоимость, но при одном условии, если их аналоги не выпускают в России. С 3 октября заработную плату будут выдавать по новым правилам, а если работодатель их нарушит, то его будут ждать серьезные штрафы и наказания. Какие же ограничения вводятся? Итак, зарплату работники должны будут получать на руки не позднее, чем через 15 дней с момента окончания периода, за которое она начислена. Например, если аванс выплачивается 25 числа, то зарплата должна прийти сотрудникам не позднее 10 числа следующего месяца. Также отплата у отпуска будет производиться не позднее, чем за 3 дня до его начала. А, например, окончательный расчет с работником при увольнении производится в день увольнения. Если работодатель нарушит эти правила, его будут ждать санкции. За компаниями усилит контроль. С октября юрлицы должны будут вносить сведения о своей деятельности в Единый федеральный реестр, и каждый россиянин при необходимости сможет проверить надежность компании. С 3 октября россияне смогут поехать отдыхать в Боливию без оформления визы в эту страну. Боливийцы, в свою очередь, также смогут спокойно посещать Россию и не обременять себя получением лишних документов. Специальная форма, каски и известное всем название. ОМОН сегодня празднует день своего образования. Ранее отряд милиции особого назначения, теперь в аббревиатуре сменился смысл одной буквы. После того, как милиция была переименована в полицию, ОМОН мог потерять свое привычное звучное название. Чтобы этого не произошло, структура была переименована. Теперь ОМОН – это отряд мобильный особого назначения. Хоть удался, всем привычная структура смогла остаться с таким же запоминающимся названием. 3 октября ежегодно отмечается День сотрудников Министерства внутренних дел России, проходящих службу в отрядах мобильных особого назначения. В этом году ОМОНу исполняется 28 лет. На передовой они находятся всегда. Начиная от освобождения заложников при терактах на мюзикле «Норд-Ост» в школе Беслани, до специальных военных операций, а также силовой поддержки других подразделений МВД России. Сегодня на мероприятии, посвященном 28-й годовщине образования отряда мобильного особого назначения, присутствовали ветераны, а также родственники погибших при службе сотрудников, память которых почтили минутой молчания и взложением цветов. Сотрудникам погибшим при исполнении служебного долга, головные уборы снять! Почтить память сотрудников минутой молчания! Одно из самых резонансных событий, в котором принимал участие ОМОН, это распад союзных республик в период 1990-1991 годов, а также события октября 1993 года – защита московской мэрии телецентра Останкино. Оснащение сейчас, материально-техническая база отличная. Просто вот, если бы нам такое давали, и вооружение, и автоматы, я уже не говорю про стрелковое оружие, а у нас один беттер был, и въезжали, вот Сеслав Александрович выступал он здесь. Когда в Горозном были, ну, тогда условия другие были, скажем так, мы не жаловались. Выполняли те задачи, какие ставились, и выполняли на 100%. ОМОН занимается не только решением проблем, но и предотвращением происшествий и конфликтов. Последним значимым событием была охрана порядка при присоединении Крыма к России весной 2014 года. Часто структура встречается и в мирной жизни. Бойцы ОМОНа выполняют задачи по охране общественного порядка и безопасности во время проведения футбольных и хоккейных матчей. Еще одна обязанность – поддержание общественного порядка во время больших концертов, особенно если в город приезжают звезды первой величины. Поздравляю всех сотрудников отрядов мобильных особенных назначений с их профессиональным праздником. Хочу пожелать им крепкого здоровья, сильного тыла, мирного неба над головой. А всем гражданам могу сказать, что отряд на боевом посту, мы в любое время выполним поставленную задачу точно и в срок. 1 марта 2002 года министр внутренних дел Российской Федерации Борис Грызлов подписал приказ номер 190, в соответствии с которым день 3 октября стал днем отрядов милиции особого назначения. Любители экстрима вновь проявляют себя. На этот раз профессиональные метатели топоров и ножей собрались в Рязани на третьем Есенинском турнире. Соревнования стали традиционными, на них приезжают спортсмены из других городов. Эта дисциплина не так давно развивается в нашем регионе, но хорошо набирает обороты. С помощью инициативных спортсменов уже открыты секции по метанию этих опасных предметов. Одна из задач, которая стояла перед этим турниром и его организаторами – это популяризация прикладного упражнения метания ножей, а также укрепление спортивных связей со спортсменами из других городов и стран. Программа соревнований «Есенинский турнир» проходит на дистанциях 3, 5 и 7 метров. Время на серию бросков ограничено и составляет 1 минуту. В финал проходит 8 участников. В соревнованиях одним из центральных мест заняло упражнение «Рязанский косопус». Участник на дистанции 4 метра должен был выполнить ряд задач, одной из которых являлось выполнение дуэли. Два человека, стоящие рядом, на скорость должны были бросить по топору, кто быстрее попадет. Результат определяется с помощью специальной электронной мишени, так сказать, фотофиниш. С помощью таких же технологий выяснились победители и в метании ножа. К примеру, в одном из состязаний участник должен был за 20 секунд выпустить как можно больше ножей. Дистанция до мишени составляла 3 метра. Призерами соревнований стали не только рязанцы, но и участники других регионов. Победители были награждены дипломами, медалями и другими призами. На данный момент это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова